Показывает WNET Нам Джун Пайк, издание для телевидения Нам Джун Пайк родился в Сеуле, в Корее, в 1932 году В конце 50-х годов он отправился в Германию учиться музыке и собрал группу художников, которая называлась «Люксус». Флексис организовывал мероприятия, которые на первый взгляд были призваны перевернуть искусство снов на голову и, в конце концов, полностью уничтожить его. И самостоятельно Пайк начал исследовать средства массовой коммуникации, которая была просто необходима по мнению беспокойного разума художника и телевизора. С тех пор его влияние и работа, связанная с теледвижением, заработали ему титул «Джордж Вашингтон Видео». И, как мы далее увидим, это было не лишено оснований. Только подумайте, а ведь могли нормальную работу себе найти, а? Я находил, находил, и решил уж не будет что-то в безопасности. Шляпа! Моя шляпа! На той лампе! В прошлой пятнице, 13-й, я обнаружил у себя в квартире Пайка Сохо. Компанию мне составил нью-йоркский помощник Пайка Келвин Томкинс, который заставил меня сильно понервничать, ведь с виду он абсолютно понимал, что творится вокруг. Дайте мне зеркало. Принесите мне зеркало. Зеркало, вон он. Иди прямо. Я бы сказал, что соединение Каннингема похоже на картезианский X и Y. Вы начнёте говорить в моей кепке, да? Да. Келвин, объясни ему, что у него брали интервью с канала F4. Нужно воспринимать телевидение серьёзнее нам, Джун, что? К телевидению нужно относиться серьёзнее. О, да. Я серьёзно к нему отношусь. Смотрите, сколько у меня телевизоров. А зачем их повесили на подолок? А правда, зачем? Это затянется. Нам Джун никогда не отвечает на вопросы. Он как будто приближается к сути, да, приближается к сути и полностью меняет тему разговора. Я научился этому у своего учителя Дзен, у Джона Кейджа, а Джон Кейдж научился этому в Китае. А это всё процесс очеловечивания технологий, да? Да. Я выставляю технологии в нелепом свете. Да, но как вы очеловечиваете технологию, развесив здесь эти штуки? Это что, послание, что мы все превратимся в машины? Да. 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 Но как вы справляетесь с информационной перегрузкой? Люди занимаются минималистическим искусством в районе Сохо из-за перегрузки информации. Лямон Те Янг уже 10 лет играет одну и ту же песню. Вот один способ справиться с перегрузкой. Но вы справляетесь с информационной перегрузкой, ускоряя её ход? Да. Да. Я более-менее агрессивный художник. Я нападаю, а не защищаюсь. Многие того же мнения о вас. Да. В 1970 году Нью-Йорк стал крупнейшим телерынком, 5 миллионов 912 тысяч проданных телевизоров. Для сравнения Хазер Кентаки от 229 до 600 телевизоров. Или Масский Мичиган, где продано от 130 до 200 телевизоров. Коммерческая телевизионная сеть Нью-Йорка одна, занимает 10 рынков. Это ещё 1 миллион 590 тысяч 900 телевизоров. То, что показывают по телевизору, не всегда можно описать как знание, но всегда это информация, истинная или вымышленная. Да, 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 да. Именно так. Немногие понимают, что это ещё одна революция. Что? Опять революция, да? И будущее постиндустриальное общество изменит всё. Проблема уже не в том, как произвести, а в том, как потребить. Точно. Выключи его. Да? 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 Господи, да избавься ты от него. Выключи его. Нью-Йорк сделал меня максималистом. В Германии я был минималистом. Потому, может, потому, что я более-менее анти-анти, но ваши анти-анти не оканчиваются... Слово «профессионал», нет, это двойной протест, и в конце нет слова «профессионал». На самом деле всё по-другому. Как говорят, знаете, искусство — это не искусство, и искусство — это не не искусство, и искусство — это не 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 искусство, и так далее. И люди повторяют это по кругу. Все новые средства коммуникации, например, те, что были до телевизора, так же как книги, которые устарели с появлением кино, и каждый раз, как появляются новые средства коммуникации, старые отмирают. Это очень заметно, это очевидно. Но мы торопимся, мы спешим, и не обращаем на это никакого внимания. А как насчёт анти-телевидения? Это одноканальный телевизор. И люди спрашивают, как тебе не надоедают видеокассеты. В начале 60-х я занимался минималистическим искусством, и минимализм мне наскучил. До того, как началась война, и со мной такое уже было, и я не хочу повторять то, что было в начале. Я лучше сам испорчусь, чем буду повторять то, что было в начале. А как вы, как я натворил столько ошибок? Очень часто у людей можно встретить телевизор в таком вот состоянии дома, когда у него вертикаль искажается, сломалась. Видите? Вы зовёте мастера тогда, да? Я принёс этот телевизор в галерею, а он сломался, и работает только вот так вот. Это было неинтересно, и я сказал, что не буду его показывать. А потом я подумал, а если его перевернуть вот так вот? А потом я поставлю табличку, цен для телевизора. И всё, и он стал лучшим экспонатом сразу. Ну, Намджун, давайте поговорим о том времени, когда вы были в Германии. Я думаю, многим интересно, не вернётесь ли вы к тому, чем занимались в Германии, когда вы учились музыке? Да, да. И вы учились в консерватории, да, да. И вас очень интересовали работы Джона Кейджа. Да, да. Джон Кейдж приехал в Германию, и он там выступал. И вы ездили, чтобы посмотреть на него, вы хотели с ним познакомиться, для вас это было очень важно. Да, я поехал слушать музыку, и настроение было очень цинично. Я хотел увидеть, что эти американцы сделают с азиатским наследием. И посреди концерта я мало-помалу начал заводиться. И к концу концерта я был уже совершенно другим человеком. Что было совершенно новым для меня, что для меня стало откровением, это его партия на пианино и партия Хелтмана. На самом деле, это было очень скучно, понимаете? Да. Это было намеренно скучно. И сначала я подумал, что это нелепо. Но потом я подумал, на самом деле, я подумал, Зен, это тоже скучно. И затем я изменил точку зрения, это было очень, очень глубоко. Джон Кейдж, противоположность, можно сказать, неопределенность или беспорядок. И, с другой стороны, определение и порядок на самом деле не обозначены. Это то же самое, что заявление, что каждый день прекрасный день. Все радует. Но что такое радость и огорчение? Вот Пайк и Шарлот Мурман встречаются в квартире в Солфо в 1965 году, готовятся к постановке работы Джона Кейджа. Мисс Мурман сделан чилистка из небольшой группы, которая была регулярным членом Нью-Йоркского симфонического оркестра. С тех пор она стала одним из лучших интерпредаторов исполнителей современной музыки и одним из самых преданных и незаменимых помощников Нам Джун Пайка. Если мы пребываем в неком скучном состоянии, затем мы не заинтересованы, не разочарованы. Мы приближающимся состоянием сознания, где мы можем оказаться заинтересованными, иными словами, после момента скуки, если мы действительно переживем его, он разрешится в противоположность скуки, состояние озабоченности. КОНЕЦ Я всегда буду слушаться маму и папу. Я буду осторожно переходить улицу. Этого нет в сценарии. Я буду добра с животными. Я буду осторожно относиться к чужим вещам. Я буду мыть посуду после еды. Я буду честна. Я вовремя буду ложиться спать. Я буду хорошим спортсменом. И я буду играть с друзьями. С Russians КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джон очень повлиял на вас, но он не хочет, чтобы все думали, что он повлиял на вас, потому что он не верит в такое, что один художник влияет на другого, да? И он говорит, вот про вас в частности, что вы перенесли некоторые его идеи туда, куда он сам ни за что бы не дошел. Например, культурный терроризм. У вас сложилась репутация культурного террориста. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И ваше выступление с фортепиано, когда вы разбили фортепиано на сцене, прыгнули в зал, отрезали ножницами галстук Джона Кейджа, выбили ему голову с мылом, выбежали из зала. И потом бегали вокруг здания и кричали, что концерт окончен. Это было очень смешно. Я всегда что-то придумываю под конец выступления. Под конец выступления у нас один раз было немного насилия. Все говорят, что люди где-то внутри себя любят насилие. Все, включая Джона Кейджа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пройд это объяснял. Кейджа говорил, что человеческая суть делится на две части Кейджа. Это созидание и разрушение. И вы выпускаете их хобби. А что вы думаете о том, чтобы впустить в музыку секс? Честно говоря, я думал об этом. У меня нет принципов. Я иду туда, где лежат пустынные дороги. Понимаете? Это тоже из-за переизбытка информации. Многие люди совершают множество, множество поступков. Очень сложно отыскать нехоженную тропу. И когда я нахожу нехоженную тропу, я осматриваюсь и там гораздо интереснее. Одержу ли я вверх или потерплю поражение, принести пользу обществу и самому повеселиться, для меня это одинаково важно. Я уж скорее выберу это. Это мой консерватизм. Ведь даже если я проиграю, то все равно останусь с собой. Пайк, дай мне знак, когда я должна закричать. Субтитры создавал DimaTorzok Пайк, 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 иди сюда. Пайк, твой выход. Я тебя сквозь эти очки не вижу. Дайте мне. Сзади лежит. Дайте мне. Мисс Мурман, да. Вам нужно взять левый диск и накрыть грудь. Это левый диск. Что еще за левый диск? Тот, что на левой груди. Левый диск, да. Чтоб он больше закрывал грудь. Нормально? Она работала нетрадиционно, что в Европе нашло отклик в движении ДАДА, что отразилось потом в движении Флюксус. Как думаете, в чем разница между группой Флюксус, с которой вы были связаны в начале, и группой ДАДА? Разные отношения? Мне кажется, Флюксус был веселее. Веселее, да. В ДАДА было больше критики общества. На самом деле, я думаю, что ДАДА на самом деле была интереснее, потому что там была эта общественная... Понимаете? Но Флюксус... В ДАДА никто не скучал никогда. Во Флюксусе иногда было смертельно скучно. Намеренно или не намеренно. Флюксус, это такая скука, которая вас заинтересовала в Кейджи? Да, да. Флюксус многому научился у Кейджи. У него многие учились. То есть, вам кажется, что наступило время, требующее очень скучного искусства? Я думаю, что, знаете, художники... Понимаете, художники постоянно делают такое, чего основная культура никогда не сделает. И раз уж в Голливуде и на W.Net выпускают столько интересных программ, художник должен делать что-то скучное. И если вдруг в Голливуде начнут делать очень скучные шоу, мы начнем делать что-то захватывающее. Наверняка, мое руководство оценит такое упоминание Голливуда. Да. Это мой первый эксперимент с цветом. Я отсоединил три контакта и подсоединил три черно-белых камеры, и теперь я могу получить образ трех разных цветов, которым я могу манипулировать и управлять. То есть, это некий прототип видеосинтезатора. И все равно выяснилось, что толку от этой штуки мало. Я узнал, что прямое вторжение в электрическую сканирующую линию куда интереснее. Вот как выяснилось, что этот синтезатор ненадежен. После того, как я сделал электромагнит, я получил постоянный магнит и начал заниматься этим. На самом деле, это первое, что у меня получилось. Критики искусства понимают это, потому что они это видят. Понимаете, это очень важно, что они видят это. Когда я делаю что-то с электричеством внутри цепи, они думают, а, это технология. Ничего не понятно. Но это они могут почувствовать и увидеть и услышать. Они думают, а, вот это реальность. А с точки зрения науки, это одно и то же. Это я сделал в 1966 году. А посетителям разрешается с этим всем играть? Да, это стояло в галерее Говарда Уайза. И если подольше постоять здесь, то будут разные узоры. Но это все может происходить очень медленно. Самые-самые разные узоры. Разница между электронным и любым механическим действием движения в том, что у механики есть гравитация, а на электронику она не действует. Поэтому я не связываю эту работу с кинетическим искусством. Мы не упоминали, что видеосинтезатор, это великое изобретение, собиралось при помощи Шуи Абе. Да, ты мой самый любимый человек. Я не знаю, как тебе благодарить, Шуи Абе. А синтезатор ведь мог создавать целую программу образов через телевизор при помощи одного человека. Да, но это скорее философский вопрос. Вот что здесь важнее. Я участвую в том, что идет по телевизору, понимаете, как фортепиано, потому что я самый известный в мире плохой пианист. Это управляемый телевизор. Пожалуйста, следуйте инструкциям. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Закройте глаза. Закройте глаза. Откройте глаза. Один из моих вкладов в телевещение в том, проблема, как и где раздобыть нужную сумму денег. Где? В общем, вы получаете ту же сумму, одну и ту же сумму, скажем, 100 долларов на определенное шоу. И мне нравится так называемая антитехнология технологий. И решение для технологий или платы за технологию очень часто заключается в том, что нужно больше технологии или другая технология, а не не технология. Люди тратят столько денег, чтобы сделать некрасивых людей красивыми или красивых людей пластиковыми. Понимаете? И они сохраняют все деньги на исследования и разработки, и художественную обработку, и написание сценария, и на редактуру. А это ведь все важно. И я считаю, что приоритеты должны быть обратными этим. И тратить больше денег нужно на человеческие или художественные аспекты, на содержание, и меньше на форму. Меньше на репродукцию, я бы сказал. Да, да. Ведь коммерческое телевидение всегда репродуцировало образы. Да, а вы говорите, что нужны оригинальные образы. А хотите потом посмотреть мое фортепиано? Нет, нет времени, да? Видите? Телевидение. Это же деньги. Конец. Это завершающий момент. Продолжение следует... Неплохо. Неплохо, а? Нужно, чтобы краски были хорошими. Если тесты говорят, что это хорошо, то я использую, а то бы я не стал показывать людям. Это ведь все критики искусства. Ну ладно, все. Шоу окончено, спасибо.